я же говорю взял мотор чуть у меня обманывал ну-ка чё у нас тут за мотор suzuka японский все дела винт но немножко поезденный плавали на нем короче это пятнашка модель япон suzuka 2006 год вроде бы как это неубиваемые лодочные моторы поэтому его и купили случайно объявление выскочила человек купил его поездил сезон стало плохо со здоровьем гараже валялся вот решил продать стоит полтинник ребят 50 тысяч сейчас они на самом деле стоит 2020 год в районе сотки просто удача повезло надеюсь мы его опробуем но это крепление я особо это не знаток надо к самой лодке крепится 15 лошадиных сил вообще все четко на глиссер будет выходить пипец груша для бензобака вроде как бы если правильно понимаю систему ладно еще поподробней в бокс затащим гараж посмотрим его получше вот это бензобак к этому мотору а так он даже с бензином отдал что охренеть охрену узнаю короче хозяин да вообще молодец там полная канистры бензина пожалуйста здесь это типа а это датчик уровень топлива сколько там чего не заман она горизонтально лежит михау на лодке горизонтально ведь лежит бензобак а это датчик для уровня топлива это вот старый бензобак от удочного мотора 98 это уж больно здоровый и хотим на лодку вот это все же оставить на только через не подходит крепление саму нет коннектор поменять только коннектор и все чтобы в лодке много места не занимал вот этот бак просто оставить вот для сравнения даже и без разницы то есть если поставить этот много места теряло сколько он весит а и весит он да это значит свечки даже отдал веса вот этот винт салаз на этот мотор кипец 4 сколько он стоит 4000 4 косаря стоит на купить не встать вообще новый нульцевый просто так шаг винта 925 на 9 вот у нас даже есть подставка соорудили для мотора пух них а твой сколько 27 вот эту лодку надо менять это еще чека безопасности а глохнем короче это этот газ ну допустим этот поджим сжал а туго сам держится круиз-контроль круиз-контроль да а вот это что значит р за а задний ход до нейтралка теперь ну все то же самое видишь винтик то немножко буду я чем по песку тут а ему точно он же чем хуже то работать не буду нет я имею ввиду то что это на режиме когда до хуя наезжена у них же вот это вместо стесывается краски нет это чисто коровный пушками короче давай еще раз поясни вот эта штука ограничивает а не дает достигаться вот эта педаль что если ты на заднем ходе и банешь у тебя не лодку потащить а у тебя нам потом начнет так вот из воды выскакивать понял давай вскрываем крышку смотрим чё я в моторе вообще еще него тут ничего не видел такого а это чё для чего штуки но это подключение это на сузуках по моему этот уже генератор даже с турбиной я хочу чтобы чисто бле я чисто в муха валяется вон там век муха норма я вот подфартил от объявления вообще когда увидел ты сегодня утром пока срал это выхлоп воду выхлопные газы выходят в воду вот отсюда выходят выхлопные газы и прямо в воду и бесшумно получается охлаждение водяное вот это вот контроль к то есть отсюда водичка когда вы на воде она отсюда идет то есть вы видите что система работает тут струйка такая а вот сюда вот вентиль вернули чтобы проверить герметичность что герметичность редуктора но достаточно одной атмосферы чтобы посмотреть если будет держать то значит он отлично свою функцию выполняет но немножко перекачали и все масло у нас оказалось вот здесь это заливное отверстие контрольное а на смысле по нему заливаешь до корни заливается снизу а к их ногами что да вот как отсюда потекло все здесь закончил чтобы загручивать а чё ты в этой не качал как вчера это для воды валь это и все это а ты просто так и шутить а вот отсюда спускается ну понятно что тут не герметично в чатку спускала пока не спускает передачи пощелкать винт крутить потому что тут тоже этот уплотнение стоит так это больше атмосферы сузуки маданьяпы ты видел значок на цубиси и да ладно это что такое-то какой-то типа релюхи что это такое-то бру лодочного мотора коммутатор вот еще ничего понравилось то что даже указывает что за свечка должна стоять какой фирмы NGK BR7HS10 хоть он и езжен и один сезон но все смазано мужик сам ничего не делал вообще но все в идеальном состоянии это у нас карбюратор есть термостат здесь вообще просто болты откручиваешь и меняешь она 9.8 на предыдущем их моторе там надо полностью снять головку блока чтобы заменить термостат и чуть значит фирменный мешок другой 9.25 это надо не разные что это штатный а на этом 9 1 4 надеюсь тут сами лопасти по-другому что у них лопасть немножко а у этого более площадь этого покруче получается это получается будет более тяговый это более скоростной короче чтоб проверить мотор не окуная его будут в озеро или в бочку принцип принцип действия это отверстие для промывки мотора после соленой воды сюда закручиваете штуцер подаете воду после этого мотор можно запустить и дать поработать минут пять-семь на холостом ходу чтобы очистить промыть проточной водой всю систему охлаждения но при этом здесь на этом моторе забор воды снизу вот он сетка видно да надо на многих моторах забор воды стоят сетки вот здесь то есть их надо заклеить иначе вся вода будет течет сюда ну скотчем чем угодно заткнуть их заклеить все после этого можно запустить мотор что мы будем делать сегодня то есть получается забор воды идет и он идет вот так через весь мотор выходит здесь потом здесь кого термостат откроется а то есть а вода то вот отсюда на выходит это контролька просто отсюда вода выходит которая забирается отсюда но еще и вот отсюда будет выходить понятно вот короче бензин и здесь как на триммерах на газонокосилках вот тоже вливаем масло смешиваем с бензином и все мотор потребляют тут же смешивается двухтактный в данном случае у нас мотюль да и такое можно какая-нибудь разница так вот фильтр топливный разобрали насадочек есть это с одного летнего сезона сеточка такая грязноватая ну вообще не критично но автомобиле бывает и пипец и все черное усажены на песочек какой-то где-то даже металлическая стружка есть а нефига бензин такой у нас 92 бензин ты думаешь бензин грязный приводим его в порядок перед запуском мужчина ничего не делал бывший хозяин а так мотор в идеале suzuka модель apple повторяю и повторяю что это японское качество чистая кровка так ничего вот у нас ниппель но это с ней сосок сам не при выкрутили с подачу воды сюда будем осуществлять бак подключили все шланг все есть груша все дела ни разу не заводился нами мужик сказал что тоже давно не пользовался но надеюсь осечек не будет без воды нельзя заводить иначе перегреется и сгорит потихоньку потихоньку вообще чуть-чуть а он сам забирает получается а то есть так и должно что за топливо подсоединяется все он уже прям чувствуется как бензинчик не но у тебя опять ушел подсос Доктор субтитров А.Семкин Доктор субтитров А.Семкин Доктор субтитров А.Семкин Контролька чистая. Так, померяем компрессию, а нет, встала, сейчас точно стоит. Компрессия есть, а то, что охлаждение, это что-то уже, блядь. Блин, машинка все равно его надо, чтобы объем воды был. А какая разница? А хрена, может он не подсасывает, сюда не хватает, он мимо льет нахуй через низ сразу. Да как не хватается, оно хватит ему, ты что? Итог какой, через контрольку у нас водичка не бежит. Значит надо снять редуктор и смотреть помпу. Разобрали редуктор, сняли помпу, помпа в порядке, все нормально, воздух дует, все идет. Здесь, вот она трубка, куда воздух, эй, вода точнее. По этой трубке она поднимается, вот через контрольку выходит. Надели на нее шланг, тоже все нормально, воздух везде идет. То есть вода должна идти. Остается вариант попробовать, сейчас в пылесосе, воды наберем и просто объемом воды. Просто шланг, мне кажется, не достает он. Не может он всосать, чтобы из контрольки водичка шла. Будем пробовать объемом брать. Посмотрели заборник воды, все здесь нормально, ничего такого здесь нет. Что? Подтапывал. А, бензинчик. Так, все имитируем озеро, пруд. Еще бы вот эту дырку бы заткнул, чтобы побольше воды налить. А поглубже он уже не зайдет, да? Да, вот эту дырку затыкать чем-то. А чем ее заткнуть? Нет, пылесос если повыше. А все уже не так. А, да? Да. Да, там строительное ведро было, наверху есть. Нормально. Слушай, держи. Попытка. Попытка. Попытка номер цать. Я был прав. С контрольки водичка пошла, ребята. Ей не хватало, видимо, что шланг. Все отлично. Термостат работает. А, это значит термостат работает? А, он открылся и отсюда идет вода. Значит термостат в порядке. Водяное охлаждение есть, все отлично. Просто не хватало из шланга давления. Имитировали объем воды. Крут водяра, ну и все, все поперло. Все, на этом я заканчиваю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok